Ты любишь хоккей? Да. Будешь заниматься хоккеем? Я люблю очень заниматься и буду заниматься. Олег приехал в Чистцы из Рузы. Он уже точно знает, что будет хоккеистом, как папа. Александр Демин, нападающий под номером 25 Чистцовской команды Петелина, трагически погиб несколько лет назад. И теперь хоккеисты Одинцовского района каждый год собираются на турнир, посвященный памяти спортсмена. Это очень много значит, это очень важно для нас. Это уже не первый год. Мы сюда приезжаем, мы очень рады. Это доставляет нам очень много эмоций. И у меня, и у ребенка мы просто счастливы. В этом году бороться за кубок Александра Демина будут 10 команд. В первой игре на поле встретились сильнейшие клубы Одинцовского района, Чистцовская команда Петелина и Снежинка из горок десятых. Конечно, мы хотим победы. Но здесь не только мы ожидаем чего-то. Это праздник. Праздник для всех, для нашего поселения в частности. Хоккейные клубы – участники первой игры, давние соперники. Поэтому представляют, что можно ожидать друг от друга. Боятся только сюрпризов погоды. Небольшой мороз – то, что надо для хоккеистов. Но синоптики не обнадеживают спортсменов. Обещают оттепель. Опасаемся в плохой погоде. Нам нужно довести то, что мы все-таки начали. Поэтому все команды сильные, все команды нам известны. С многими мы играем. Мы играли и на чемпионате Одинцовского района, и на дворовых площадках. Так что все нам хорошо известны. Скажем так, на каждую команду мы всегда по-разному настраиваемся. Сначала хозяева льда шли вровень с гостями из горок десятых. Но уже к концу второго периода Снежинка закрепила за собой преимущество. Уйдя на очередной перерыв с отрывом в одну очко. Завершился матч победы успенских хоккеистов со счетом 7-4. Но это только начало турнира. Шансы получить кубок Александра Демина пока что есть у всех команд. Финальные игры по плану должны пройти в 20-х числах февраля. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.